Здравствуйте! У меня в руках шлифмашина Интерскол ленточная LHM7690. И сейчас я сделаю распаковку специально для тех, кто собирается покупать этот инструмент. Вес шлифмашинки 3,2 килограмма. Вот такие у нее габазиты. Длина 270, высота 155. Ширина самой для ленты 77 и ширина самой машинки по корпусу 11 и в самом толстом месте где-то 16-15,8. Механизм крепления ленты достаточно упругий, ближе к жесткому. Видите, отстреливает. Сам рычаг пластиковый. Вот как-то немножко изгибается, но в силу того, что пластик, а так каких-то лифтов таких сильных пока нету. Вот ведущий ролик. На него пзивот через ремень. Ролик резиновый. Полностью длина 5 сантиметров. Сам ролик чуть-чуть в выпуклой формы. Немножко похож на бочонок. На подошве у ленточки вот такая стальная пластина. Внутри ничего не подложено. С виду пластина прямая, но вот в доказательство прикладываю уровень. Ну, чуть-чуть. Ну, нет. Каких-то таких особых люфтов и зазоров я не вижу. В комплекте вот такой тканевый мешок. Обычный какой-то капрон. Здесь не проволока, а вот такая пластиковая. Внутри пластиковый держатель, чтобы мешок держал форму. Вот он просто по-простому защелкивается. Также по-простому снимается, но никаких таких защелок или держателей нет. Так, диаметр патрубка 35 миллиметров. Ленточка сделана в классическом стиле. Платформа, посередине двигатель. Впереди ручка, сзади ручка. Но балансировка, в принципе, для меня нормальная. А вот передняя ручка, лично мне не очень удобна. Почему, не знаю, может быть, снизу пальцы как-то не подлазят. Ну, не знаю, слишком субъективно. Мне не нравится передняя ручка. Регулятора оборотов нет. Ну и плавного пуска тоже нет. Машинка сразу же срывается с места в карьер. На кнопке... Вот, не видно, вот на кнопке исправится, которая фиксирует кнопку во включенном положении. Так вот так выглядит механизм центрирования ленты. Вот здесь винт. Скажее всего, что на 5 или даже, может быть, на 6. Причем винт к этой части станины прикреплен. Вот мы крутим по часовой. Барабан сдвигается вправо, против часовой. Барабан сдвигается влево. Давайте покажу вживую, как работает регулировка. Сейчас мы видим, лента смещается вправо. Давайте кручу против часовой. Уехала в ленту. Чуть-чуть подтянем. Вот сейчас лента выставлена по центру. Специальных отверстий для закрепления струбцин на шлифмашинке не предусмотрено. Что-то некое подобие площадки сделано. Но, по-моему, машинка стоит не так устойчиво. Здесь два отверстия под обычные винты есть, но они не глубокие. И поэтому ближе к тому, что все-таки эту машинку переворачивать и использовать стационарно. Производитель такую возможность не предусмотрел. Так, обращаем внимание на качество пластика. Вот такой вот шов. Непонятно, то ли намазан клей, то ли это как-то снимали неровные края, зачищали. Вот видно вам, нет? Такая полоска идет. Ну, вот здесь какие-то задиры. Вот здесь увеличенная щель. В общем-то, здесь края на вот это подошва стальная. Металлическая, не стальная, металлическая. Вот здесь как-то края на обработан. В общем, честно говоря, для меня качество пластика на четверочку. Не тройка, но и не пятерка. Вот черного цвета это резина. В этом месте рука не будет скользить и держать машинку в руках приятно. Кабель длиной 2,2 метра, кабель пластиковый, двухжильный, 2,075. Вот так вот он гнется и принимает форму, как загнули, так он в принципе и останется. Кабель не резиновый. В комплекте лента 533 на 76, 80 зерно. Тканевый пылесборник, вот такой вот маленький. Запасной же мешок, это очень хорошо. И паспорт. Пустая коробка. Видео снято специально для сайта Территория Инструмента. Для тех, кто сейчас хочет купить такую шлифмашинку. Поэтому, если у вас остались вопросы, обязательно нас спрашивайте в комментариях. Мы обязательно вам ответим. Всем спасибо, до свидания.